Самарское отделение Всероссийского общества слепых – одно из самых старейших организаций на территории 63-го региона. Сегодня в Самарской области насчитывается около 5000 человек с нарушением зрения, из которых 3000 являются участниками регионального отделения. Поздравить их со 100-летним юбилеем организации приехал президент Общероссийской общественной организации инвалидов Владимир Сипкин. Прежде всего, Самарская область всегда была одной из передовых организаций именно в нашей жизни незрячих, которые имеются свои сложности. Главное то, что, вы знаете, мы работаем. Работают инвалиды по зрению, работают инвалиды других на залоге. И они, в общем-то, в полной мере, наверное, сегодня понимают свою социальную адаптацию в обществе, в современном. Вот это главное, понимаете, то, что мы добились. Гостям торжественной программы представили звуковой ролик, в котором говорилось об истории создания региональной организации и ее значимости для людей с ограничениями по зрению. Эта организация старается сделать так, чтобы каждый человек, у которого нарушение зрения, не чувствовал себя брошенным или покинутым, чтобы он мог иметь возможность чувствовать себя полноправным членом нашего общества. Отделение Всероссийского общества слепых активно реализует различные социальные проекты. За счет областного бюджета в рамках государственной программы «Доступная среда» была создана служба профессиональных помощников, которая действует на территории всей Самарской области и помогает людям с ограничениями по зрению посещать различные социально значимые мероприятия в сопровождении помощника. В этом году на это направление работы было выделено 2 миллиона 200 тысяч рублей. Мы до конца хотим довести на будущий год вопрос по доступности. Что такое доступность? Мы хотим, чтобы медицинские учреждения, чтобы, скажем, магазины, инвалид тотально слепой, который вообще не видит, подошел, нажал на кнопку на определенном месте, эта кнопка должна находиться, чтобы вышел человек оттуда, с этого учреждения, взял бы его за руку и, значит, отвел, скажем так, в магазине по тем продуктам, которые ему надо, а в здравоохранение, чтобы его повели к врачу и показали, значит, где врач, чтобы врач его принял, проводили инвалида до выхода. Гостям вечера показали музыкальные выступления в исполнении солистов Самарской государственной филармонии. Августина Охременко, Николай Сидоров, События.